Благодарим Тебя, Боже, за день сегодняшний. Благодарим Тебя, Боже, за все те молитвы, что уже звучали. Боже, сегодня Господь и здесь, и во всем церквях. Боже, благостави Киев, благостави Господь Зиму, Боже, благостави Господь сегодня, Боже, всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, потому что Господь сегодня, все народы метутся, Господь Божий, и порой просто тщетно измышляют, Господь и мыслят о тщетном Божьем. Но, Господь, Боже, есть Твое спасение, есть свет для всех народов, Иисус Христос. И пусть, Господь, сегодня все народы воскликнут слава Иисусу Христу. И пусть он разумеет Господь Божий сегодня всех, но у другого нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которому бежалому нам спастись. Благостоветный Бог наш. Аминь. Слава Иисусу Христу. Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры, слава Богу. Слава Господу Нашему. И вчера я очень был благословлен, что это служение, и до сих пор я вот по таким впечатлениям, очень хорошим впечатлением о вчерашнем служении, вот сюда, ромская, вот эта христианская церковь, новая жизнь называется, новая жизнь, новое життя. И вот это, и в других церквях, я уже не первый раз, отец Вересикл первый раз в собрании цыганской церкви, я уже не первый раз, уже бывал не раз и у них в том числе, и еще тогда в других цыганских собраниях бывал. И знаете, но каждый раз я переживаю тоже особенно, вот знаете, за цыган, потому что знаю, там где вот грех, порог, да, казалось бы, тень смерти, да, тень смерти, но свет еще ярче там, еще ярче. И вот я это каждый раз сравниваю, вот и здесь в собрании, в церкви, я об этом рассказывал мне раз, и вообще, вообще я это часто рассказывал и рассказывал, это похоже на вот свет машины, автомобиля, да, фара. Если это днем фара включена, то как бы это, ну, светло, да, ну, это не режет глаз, да. Если это в темноте, то это очень ярко, очень ярко. Хотя такая же лампа в темном фаре, такая же, но Иисус Христос, Он и здесь так же велик, и в любом народе видит, но там, где особенная тьма, там, где особенная тьма и враг, кажется, вот знаете, просто сгустил свои тучи очень сильно, Господь Иисус Христос, Он еще ярче становится. Он тот же самый, Он не меняется, но Он еще ярче видится, Он еще ярче ощущается. И, ну, вот, молитва тоже, я скажу, все молитвы, что звучали уже, и за цыган, молюсь тоже и в эти дни, вот. И когда только пасла Залтан мне позвонил, то он вначале написал, потом позвонил мне, вот, я в молитве за цыганским народом. И вчера тоже вспоминал то, что проповедовал мне раз, и даже песни пел. Я сейчас не помню на память, просто они у меня были записаны, так вот, русскими буквами. Сегодня отцу Владимира тоже напел. Да. Начало. Ощущалось даже, даже у телефона даже, что его сердце так коснулось. Одел барон, обещадас, перкачавец. Вот, а у них, вот, дел, дел, это, дел, это мог, мог творец. Вот, и у них много очень писан, где, вот, дел, да, дел. Одел, они обращаются к Богу, значит, очень часто в своих песнях. И, конечно, всякое, знаете ли, всякий народ, но я очень был благословлен. И вот, призываю вас к молитве. Да, и молитва за Украину, молитва за мир, она звучит, и за Россию. И завтра будет семинар очень непростой, очень, тема такая сложная вообще. И в понедельник, всех приглашаю вас, вечером и в среду будет продолжение. В понедельник и среда, два вечера семинар. Там тепло, поэтому не будет. У нас здесь холодно, да, здесь в зале. А там помещение теплое достаточно. Это, значит, как называется, возле метро Дорогожичи. Дорогожичи, это будет станция метро Дорогожичи. Прямо метро, буквально, там, минут пять, там, пичком, там, даже меньше, если быстым шагом. Это в офисе, в офисе Киевско-еврейско-мессианское общение. Станция метро Дорогожичи. Если что, в интернете просто там можно набрать Киевско-еврейско-мессианское общение. Контакты, там и карты даже. Это улица Щусева. Академия Щусев. Вот прямо она идет, прям, сразу Дорогожичи. 24А. 24А. Щусева, 24А. Если вы идете по Щусево, значит, держите с правой стороны, идете по Щусево, и 24 дома вы увидите. А за ним, вот, чуть поодоле, 24А. Вот, и на первом этаже, там вы выйдете синий дверь, но вход сейчас с другой стороны чуть, но войдете в дом. Там уже увидите уже место. В 18.30 начало. Ну, так договорились на 18.30, хотя многие, я так понимаю, с работы только в Сибири успели прийти, поэтому, по сути, как бы, в 18.30 молитва, и я буду какое-то вводное давать слово такое. А уже так, чтобы народ смог подтянуться полностью. Ну, и будут записи делаться. Вчера, к сожалению, вот камеру не взял, к цыганам туда вот, к сожалению, да, записей не было, но, вы знаете, договорились там и с служителями, с пастым Залтаном, и с цыганами общались, вот, что надо у них там тоже семинар такой провести, такой, знаете ли, вот, именно. И для цыган, ну, не только для цыган, для всех желающих, потому что у них там очень много православных таких, знаете ли, как сказать, не просто традиционных. У них православие, оно смешалось, ну, как и во многих других народах, да, смешалось с национальным проклятием, с национальным оккультизмом, с магией, там, и прочее, прочее. Вот, поэтому у них там настолько все переплетено. Знаете, тем более, что народ, ну, все по-разному, конечно, так, знаете, обращаются, смолятся. Но, когда народ ощущает очень сильный духовный мир, да, то, как бы, им очень сложно. Потому что, вот, допустим, там некоторые цыганки подходили ко мне, да, и вот они убежали, они молятся, допустим, там, у Богородицы, к святым, допустим, и они реально духовно это понимают и видят, что это действует. И это очень сложно. Если, допустим, человек просто молился, допустим, да, вот, как вот, словами, но не молятся, но особенно, как бы, ну, это не ощущается, да, и действия, ну, как бы, не видятся. Иногда, некоторые, да, некоторые, вот я в метро, вот, вчера, буквально, женщина ехала одной, православная женщина, значит, и она сказала, что, да, вот, она, ну, как бы, видит ответы на молитвы свои молятся, там, матренушки молятся, ксении петербургской или кому-то еще. Вот, вот, это сложно. Вот, когда имеет человек опыт определенный такой, религиозный, то ему сложнее отказаться от этого, в общем дело. Сложнее. Когда он, просто это его молитва, допустим, ну, без какого-то обратного, что ли, ответа, то, не имея вот такого личного какого-то опыта, да, то проще отказаться от этого. Понимаете ли, среди цыган православных очень мало, кто не имеет какого-то личного опыта вот этого. Вот, у них очень много завязано. На семье, да, вот эти ростовые отношения, на самом деле, плановость, но в каждой семье обязательно есть люди очень духовные, очень духовные. Вот, которые, скажу, что они ощущают и духовный мир. И, знаете ли, очень сложно было объяснить, что ни в коем другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом данного и цыганам, и всем-всем-всем, кроме Иисуса Христа. Очень трудно было уразуметь, потому что привычка это обращаться и к всякого рода там заклинаниям, там, бесам, значит, да, значит, там, и к святым, там, и молиться святым. И это, у них все смешалось настолько, что это, ну, и очень сложно разобраться. Но, да, Бог поможет. Я думаю, вчера многие получили ответ на свое простое сантех. Думаю, многие получили. Не просто, ну, как бы, информацию, а какой-то ответ такой, внутренний этот ответ. Это очень важно. Вот, видите, вера, она строится на откровение Слова Божьего. Пока человек не откроется для этого, ну, вообще вера от слышания Слова Божьего. Или же не просто слышание, как бы, мы по-разному тоже говорим слышание, да, вот, некоторые говорят так, что, вот, как, поговорка есть такая, в одну ух полетела, в другую вылетела. Тоже, вроде, от слышания, и тоже можно поверить, как бы, да, но это не слышание. Шма, по-еврейски, да, слушай, да, это не просто послушал, как бы, и все, да, а это послушай, прими это, раствори это в себе и исполняй это. То есть, это, как бы, не раздельно, это, как бы, одно действие даже. Интересно, это призывное слово, это активное слово. То есть, это, когда, допустим, Иисуса спросили, да, что есть самое главное вообще в Библии, в законе, что есть самое главное. Он начал, да, как раз отвечать на 15-го века, он говорит, слушай, Израиль, это свой Бог наш, есть Господь единый. И возлюбит Господу Бога всем сердцем, и всей душой, и всей крепкости твоей, а потом, говорит, и ближнего, как самого себя. Вот, как бы, вот, он начал говорить об этих глузах, об этих, как мы говорим, да, основных таких. То есть, ну, все, по сути, в законе, к этому сводится, да, любить Бога и любить ближнего своего, любить Бога и любить окружающего, да, вот, Бог и человек, вот, как бы. Даже, говоря так, как раз, вот, на кресте, да, вертикаль и горизонталь. Вот, многие проповедники, кстати, вот такие вот объясняют. Вертикаль, это как любовь наша к Богу, да, горизонталь, это как любовь, вот, к человеку. И вот, поэтому Иисус, который, ну, взял, руки распостер, да, что, любовь к человеку, да. Он как бы, как поется, да? Простягнув ти пробиті руки, и от смерти меня прятував, чтоб звільнив ти мене, від муки на Христі ти кров вправляв. Ты один моё сердце знаеш, в него твій любовь плыває. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ты один моё сердце знаеш, в него твій любовь плыває. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Ти один моё сердце знаеш, в него твій любовь плыває. Я бажаю тобі сказати, що я так люблю тебе. Простягнув ти пробиті руки, і від смерти мене, мене прятував. Боже, змогущий, благодарю Тебя, Господь, що ти не сильно простер на руки Свої, пробита на Голковському кресте. І кровь Твоя святає, она оловає нас от всякого греха. Твоя святає кровь, Боже наш. Благословений Господь, благословений Господь наш, благословений Бог наш. Боже, і для кого-то, Господь Боже, для многих, может, Слово Кресте, це що-то непонятне. Благодарю Тебя, Господь, що, Боже, многим Ти відкриваєш, Господь, Свою мудрость, Боже, Свою, Господь, веру, Боже. І пусть ніколи, Господь, Боже, не буде упразднено, Господь, Боже, Слово Кресте, Которе є сила Твоя, мудрость Твоя, вера Твоя, победа Твоя, Которе є, Господь, Боже, спасення Твоє. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. 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 Пожалуйста, писатель. Благодарю. Слава Богу. І апостол Павел, він, кстати, говорив в писані, що раді цього він все почував щитой просто. Там вообще перевод такой. За мусор. Ну да, за сорт, за мусор. Но в оригинале там по-другому. Кто, если читал там, там, в посрочном переводе, там вообще там, ну как, мягко так говоря, мягко говоря, это навоз. Ну, это человеческий испражнение. То есть, вот. То есть, короче, вот. Вообще, когда оригинально смотрят, что, как Павел писал, там многие харизматы сегодня отдыхают. То есть, вообще, там, ну как бы, вот все, Ледяй, по-моему, вспоминает, что он такой рисковатый там. Там поставил однажды унитаз, поставил там, значит, там, однажды было такое там, помните, так? Да, 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 да. Вот, продемонстрировал там. Вот. Таким ему до сих пор не могут отбросить. Да. А Павлу с рук сошло. Потому что, если надали переводчики, они многие вещи, если бы буквально перевели бы, там такое, что там, Ледяй все унитазами отдыхает вообще. Вот, там, ну ладно, там, нет, например, очень много. Там конкретные такие есть, то есть, Павел за словом в карман не лез, вот, когда объяснял. Вот, представьте, он, значит, казалось бы, фарисеец-фарисеек, такой весь из себя кошерный, но ради познания Господа, ради познания Христа, он все почел вообще ничем. Просто ничем. Вот так вот. Да, и, я так говорю, надо же, надо. А как же его семинария, как же там, много чего знал. Ой, я понимаю, что, знаете, вот, все то, что нам надо знать, мы многое можем изучать, многое можем знать, но самое главное, никогда давайте не забудем, самое важное, во всей Библии. Вот, Иисус выразил это так, да, любить Бога, любить человека, это самое основное, все, все вокруг этого вертится, остальное. Вот, вот, в Новом Завете, вот это все выражено в кресте Господа, Господа Иисуса Христа. Все это выражено в Его крови и святой. Вот даже проповедники многие говорят, это золотой стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякие верующие к Нему не погибли, но имел жизнь вечную. Это есть золотой стих Библии, Яна 3,16. Да, и кто знает, кто не знает, но есть некоторые традиции, есть разные традиции, и в православной церкви тоже есть разные традиции. И мы, как реформаторская такая православная церковь, мы некоторые традиции отлетаем сразу и не возвращаемся. Это те традиции, которые, учения, которые прямо противоречивают Слову Божьему и здравому смыслу. Вот, некоторые традиции, которые, они божественные происхождения, они имеют библейское основание. Да, нет проблем, удерживаются. Некоторые традиции, которые, вот, не поймешь сразу, они божьи или не божьи. Ну, человеческие, но, надеюсь, там не испражнения, а что-то полезное. Вот, и есть библейские темы для размышления, а это хорошо, это хорошая традиция. Когда есть темы для размышления именно из Библии, из Писания, это всегда хорошо, это всегда полезно. И вот сегодня, вот эта неделя, значит, облудном сыне, называется, в традиции православной. Это очень хорошая тема, поэтому я буду рад только прочесть то, что сегодня по всем храмам, по всей Руси читалось. Ну, кто понимает, кто не понимает. Чаще всего, если это московский прерахат, да, это на славянской музыке, конечно, читается, то это, как правило, непонятно людям. Ну, некоторые понимают. Украинский, если, например, киевский прерахат, да, допустим, Кифатая церковь, там украинские умолы. То, значит, понимаем большие люди. Но самое главное не просто, чтобы человек услышал и понял, а чтобы уразумел это, принял это. И сегодня я тоже, вот, я хочу сказать, что по телефону сказал Карасу, что в этом году в Сыне, что Бог, Он видит нас своими сыновьями и говорит, вернитесь ко мне. Он все простил. Он уже простил, просто людям это трудно понять, как принять прощение. Очень сложно порой. Он все простил. Нас еще не было, мы еще, не то чтобы решить не успеем, мы даже родиться не успеем еще. А Он уже простил, уже. Просто принять это прощение. Иначе просто в непрощении не могу поделиться и все. Вот. Просто понять, что все уже есть. И вот, притча о блудом сыне из Луки, 15-й была, да? С 11-го стиха и дальше там написано. Еще сказал, но перед тем, он другие притчи рассказал, помните, да? Пропавшие отца, короче, одна из ста. Статистика такая, да? Печальная, да, значит. Вот одна из ста, вот, оказалась потерянной. Ну и пошел, пошел, пошел и нашел. Вот. Потом, один к десяти. Да, вот начинается. Другая притча. Одна из десяти драхм. Вот. Десять драхм было у женщины. Она-то все там пересчитывала. Оп. Нету драхм. Девять. Так было же десять уже точно. Это же нельзя же было так. Она стала все искать, искать. И потом, слава Богу, нашла. Да. Прекрасно. Но, а дальше идет статистика другая уже. Один из двух. Представьте. Два сына у отца. И одного похищает враг. Потерявшийся. И сказал он. У некоторого человека было два сына. И сказал младшему. Младший из них отцу. Отец, дай мне причитающийся вне части имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. И там расточил имение свое, живя распудно. Когда же он прожил все, настал великий голос в той стране. И он нуждался. Начал нуждаться. И пошел, прислал к одному и жителей страны той. А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево своими урожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, рассказал. Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом. А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему. Отец, я согрешу против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его. И сжарился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отец, я с ним пришил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите ее, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. А он сказал, ответил отцу, вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне козленку, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший ныне свое с будницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной и все мое твое. А о том, надо было бы радоваться и веселиться, что брат твой, этот, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. 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 Вот очень хороший рассказ, очень хорошая притча. Вот и много в этом, и разных проповедей, и учений, и фильмы, и мультфильмы, и прочее. Но, вот, трудно, чтобы сказать. Но, я скажу одно, что, по сути, и старший, и младший, они согрешили. Виноваты, да, и это очень четкое время. Что, как старший, так и младший. Вот, и один ушел. То есть, это учит нас к тому, что, в принципе, как бы, ну, все мы сбиваемся с путей. И, вот, и, и та мечка, которая ушла, и эти 99, что остались, и всем, ну, и всем нужен пастух. И всем нужен, вот, был хозяин. И 10 драфм этих, да, и та, что потерялась, вот, и она ценная. И 9, конечно, да, это классно. Представьте, если бы она одну только нашла бы, а 9 потеряла бы. Вот, пока искала ту, кто-то раз там зашел, добрый человек. И, как говорят, у цыганил там, остальных 9. Ну, и что? Вот, она бы уже не так сильно рада нас бы, конечно. Она скажет, надо же, пока искала. Одним словом, все нужно. Овечки все нужны. И драфмы все нужны. Вот, и потерянные, и нужно оставить они. Все это хорошо. И вот, и сыновья, они все нужны Богу. Вот, они все нужны отцу. Отец любит и старшего, и младшего. Вот, и те, кто ушел, да, он ищет, ждет. И те, кто, значит, остался, он тоже их любит и хочет. Он хочет спасти вообще, всех спасти. Вот, и младший, он, конечно, поступил подло. По сути, очень, очень, особенно, сейчас, может, не так, как бы, уже придупились вот эти вот восприятия, знаете, семейные, клановые такие. Но в то время это был вообще реальный шок, когда младший стал требовать при живом отце свою часть наследства. Вот, как будто бы отец уже помер. Знаете, вот, конечно, я думаю, для отца это было, ну, очень тяжелым испытанием. Для него очень тяжелым. Ну, в принципе, это и сейчас, даже сейчас, когда уже много что, как бы, изменилось, и, к сожалению, люди обмельчали, знаете, вот так вот, ну, и душевно, и духовно, как бы. Даже сейчас, в наших условиях, это выглядит очень так подло. Вот, но по тому времени, когда люди, ну, не были вот так вот, как бы, как сегодняшнее время, вот, знаете ли, более крепкие были вот эти устои. Для того времени это было вообще высшим позором, то есть, как бы, и пред людьми отец был позорен просто этим самым. И вот он пошел, ушел в другую страну, потому что в своей стране он не мог бы так вот дорешить напропалую, как это он сделал. Ну, и, понятное дело, получил, не потрудясь, да, и вот это все ушло, конечно, у него не на пользу. Вот, не на пользу ему пошли эти деньги, вот, и он, ну, наступил голов в этой стране, вот, он не начал никакой бизнес, ничего, он просто все промотал, все прогулял. Ну, скажем, непутевый сын, да, ну, как бы так. Вот, говорят, яблок от яблок недалеко, а это яблок очень далеко упало, очень, как-то, в образце, от отца. Отец-то, видимо, заработал-то неплохие деньги, скопил-то, а сын взял и все, и так вот, с блудницами и там, и прочее. Ну, ладно, как бы, вот эта печальная история, конечно, часть, да. Ну, и он потом опустился до того, что, значит, не то, что там гулять, да, вот, он, значит, вот, оказался со свиньями. Даже хуже, чем свинья, потому что даже свиньи там кушали, что-то там, и хозяев давали какие-то рожки там, а он хотел даже напитаться то, что свиньи кушают, но даже ему это не давали. То есть, к нему относились хуже, чем свиньи даже, представьте вообще. То есть, он опустился ниже, как говорят, плинтуса, да, ниже всех вообще. Его даже не считали за человека. Ну, такая ужасная история. И вот, казалось бы, все, его судьба, это вот, быть со свиньями, умереть там, и сожрали бы его эти свиньи, как-то тут бывает, да, вот, свинья все ест, и порой там даже, сколько случаев таких было, что там, раз, там, допустим, человек плохо, там, пьяный, допустим, и хозяин тоже подъедет. То, что нашли. И я в себе жил несколько лет, просто, ну, как настоятель храма одного, там, другого, в Рязанской области, потом в Рязанской области, и всяких таких историй. Я слушался, что там ужасники отдыхают. Назады такие, в общем, как бы, там телевизоры не нужны, там бабушки мне такое расскажут, что... Вот, и, как бы, вот, реально такие истории, там, там, в одном сыне ребенка съели, свиньи там, от него мало что осталось, вот, а в другом, там, хозяина съели, почти, ну, такие жуткие истории. Вот, и, наверное, этого блудного сына тоже, вот, так, такая участь может дала бы ужасно. Но, слава Богу, в нем была искра Божья. Я не знаю, некоторые, будете, так и остаются со свиньями, так и умирают возле корыта. Некоторые встают. Вы знаете, в нем, вот, все-таки, несмотря, что он уже вообще опустился очень низко, в нем осталась вот эта искра Божья, вот, в нем осталось человеческое что-то. И вот он возле свиного корыта, он однажды вспомнил кое-что. Конечно же, он и раньше вспоминал, наверняка, конечно же, да, и отца своего, и дом, детство вспоминал. Но, вот, Иисус рассказывает о том случае, когда он, придя в себя, помислено, не просто вспомнил, а придя в себя. Вот, покаяние, еврейское слово, тшува, да, тшува, означает не просто покаяться, раскаяться, да. Вот, Иуда тоже из периода он раскаялся, да, ну, пошел, помисался. То есть, раскаяние без, вот, ну, исправления, да, без возвращения к Богу, это, ну, тупик, это отчаяние просто и все. Вот, любой нормальный человек понимает, что он грешник и ошибки в жизни делает, да, всякие. Некоторых это так нитет, что они даже, ну, как бы, на себя руки накладывают. Вот, как, если, как я буду из Кирилловской, да, предал ягод, кровь не поминул, говорит, значит, он об отчаянии это сказал, да. Деньги, которые, казалось бы, какие-то заработал, там, бросил эти деньги, там, значит, там, потому что не нужны ему уже и деньги, и ничего, да, все равно он раскаялся. Он понимал, что подлость совершенно великую. Но без покаяния, а именно только лишь с раскаянием. Осознание греха это еще не покаяние. Вот, это только лишь, как бы, ну, шаг первый. Ну, а дальше уже, вот знаете, как вот в тех вот сказках, там, когда какой-то богатырь раз к камню подъезжает, и там написано, направо пойдешь, там, коня потеряешь, налево, там, что-то там будет, прямо пойдешь, там, кто-то будет. И вот человек только, вот, понимает, что он грешник, а любой нормальный человек рано или поздно осознает, как бы, у него, вот, он как перед камнем стоит. Вот, а куда пойти? Если, просто, да, в рай или рай, вот выбирай. Рад, рай, ад или рай, сам выбирай. Вот такое есть. Да, как бы, сейчас я расслышу, и там дальше не помню. Ад или рай, сам выбирай. Потому что Господь, он выбор свой сделал уже. Он хочет всех спасти вообще. Вот, и его воля, есть спасение всего человечества. Он за всех. Нет даже на земле такого человека, и такой не родится никогда на земле, за которого бы Иисус не пролил свою кровь. За всех пролил свою кровь. Поэтому потенциально всех спасен это. И вот, но если просто раскаяние, просто сожаление, печаль, непрощение, понятно ли, не может ни себя простить, ни прощение, то это отчаяние, это путь Иуда Искариотского, это очень страшная путь. Вот, но покаяние, как, допустим, того же Петра, значит, других, это возвращение. И вот еврейское слово «чува» означает «возвращение». Возвращение. То есть, человек, вот пришел в себя, он вернулся в себя. Вот, это очень важно. Вот, и он стал вникать в себя. Вот, вернуться к Богу. И вот он, что он сказал? «Столько наемников, вот сам его, избыточных не было, а я умираю голодом. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему то-то и то-то. Встану, пойду». Вот, слава Богу, что он не был таким. Знаете, вот еще одна опасность такая есть. Вот как вот у Гоголя, да? Николай Васильевич Богульта, он написал вот свой шедевр «Мертвые души». И в переписке к друзьям, в письмах своих друзьям, он нам по-разному объясняли этот роман, да? По-разному объясняли, что есть в «Мертвые души». Вот, но очень интересно объяснение самого автора. То есть, как бы, значит, ну, как он сам видел свои произведения. Почему он именно назвал «Мертвые души», почему он описал это все, вот, в этом произведении. И он в переписке с друзьями раскрывает свой замысел, как художник. Он хотел показать, оказывается, именно душу человека без Христа. Мертвую душу, нуждающуюся в спасителе. И он решил вот в этих образах показать мертвую душу, показать главные пороки и, главное, такие, ну, как бы, пути, которые, ну, как мы говорим, кажутся библейские прямыми, но конец их погибель. Вот, пути без Бога человека. И вторым его замыселом было создать другую книгу с живыми души. И он писал к этому другому. Не будьте мертвы, не будь мертвы, потому что будь живой. То есть, живой только лишь через Евангелие, через Иисуса Христа. И вот, и там разные есть пороки описаны, там, помню, все эти, и Плюшкина всяких, там, и Чичкина всяких, там, там много чего. Но, оказывается, отвратительнейшей личностью художник видел Манилова. Хотя, по-человечески, он вроде даже самый приятный из всех, ну, как бы, я не помню. Я вот, я думаю, сегодня Манилов, он наиболее, как бы, даже такой, он и добрый, он, как бы, такой, просто мечтательный. Фантазер, с богатой фантазией человек. Очень интересный, живой в сказочном мире своем. Вот, как бы, ну и что, ну, как бы, а, ну, он же не, там, какой-то порочный, как прочий, допустим, да? Вот, коробочка, там, или какие-то еще там, вот. Нет, он же не такой. А почему Гоголь видел его, ну, очень мерзким, как раз, вот именно пороком? Маниловщина, это вот мечтательность, фантазерство, а Библия, говорится, не мечтать о себе. Не фантазируй ничего такого. Божь, вера есть не просто фантазия наша, мечта, а есть осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. То есть, вера, это не просто, ну, как бы, верить себе и на печи бежать, а верить и что-то делать. Вера без дела, она вообще мертва, сама по себе. То есть, это вообще мертвое, это мертвое. Поэтому, вот, мертвая душа, самая мертвая душа из этих гордых душ, это Манилов, мечтательность, фантазерство. Вот он все мечтает, я и то, и то, и то, а ничего не делает абсолютно, пальцы пальцы не ударят, да? Вот, и вот такое состояние, это очень плохое состояние, страшное. И вот, представьте, если бы этот блудный сын был бы таким Маниловым, и он бы мечтал, вот я, как я выйду, я приду к отцу, как мы обнимемся, как мы будем жить счастливо, как я был у него наемником, в конце концов, значит, и так бы и помер бы однажды. Однажды мы нашли бы его холодный труп среди свиней. Так бы он и помер там бы. Но, слава Богу, он не был таким Маниловым, он понял кое-что. Придя в себя и помечтав, казалось бы, да, значит, он сказал о себе, да, написан дальше, встал и пошел к отцу своему. Встал и пошел, вот это есть вера. Знаете, вот вчера, что разговаривала в метро, когда съехала с одной женщиной, вот она православная, ходит здесь по церквям, по-разному, рассказала бы, как она в паломничестве была, там, в разных монастырях, и прочее. И вот, обращаясь к правдам святым она, я, конечно, попытался объяснить ей, что, ну, не надо это делать, обращаться к Богу, обращаться к Иисусу Христу, Он Спаситель для всех людей, что ни в ком другом нет спасения. Но очень сложно было пробиться, потому что она, ну, как бы, заполнена плохо. Невозможно найти что-то еще, да, если человек заполнен уже, и оно через край даже плещется уже, вот как бы эмоционально плещется вот это все. Надо, чтобы человек согласился, это все вылить вот это все, отказаться от этого. И Бог тогда даст уже новое. И вот, как Пушко говорил, там чудеса, да, там верши бродят. И вот, и как бы, и люди живут порой в таком мире, я их прекрасно понимаю, потому что сам живут в таком мире, вот своих каких-то религиозных фантазий. Полет безграничный, конечно, это фантазия. Но это сказка. И сказки эти, они очень опасны. Обычно, жить в обычных сказках, да, дети, когда вырастают на всяких бабах и ежках, там, значит, на днищах, и пресмертах, и прочих, значит, это опасно, но обычно люди вырастают и перерастают это, как бы, да. Вот, но религиозные сказки, они чем опасны? В них человек может и жить, и умирать. И он говорит, какой я в сказке вырос, такой я в сказке умру. Вот, значит, какой-то фильм «Матрица» в коконе вот живет человек такой, и он, как бы, думает, что вот я в этом коконе родился, я в нем и помру. Все. Вот, и все равно, что есть реальное что-то. А покаяние и настоящая вера – это вот как раз встать и идти к Отцу. Чума – это возвращение, это путь, это возвращение домой, возвращение к Отцу. Прийти в себя и прийти домой. И вот по-настоящему покаявший человек, он всегда, вот, внутри, и понимает это, что он не просто что-то новое для себя принял, да, а он вернулся, ну, к тому, от чего отпал. Вот любой, по-настоящему, если он пережил Бога, человек возродился, да, одно из первых, вот, я со многими верующими разговариваю в разных конфессиях даже, и все это отмечают, что, когда человек, вот, покаялся, да, вот, как будто я, вот, вернулся домой. И даже, обычно, люди даже вопросы возникают, а где я был раньше? Почему я раньше не познала, и почему я раньше не сделал это? Ах, если бы я раньше, и не важно, это в 50 лет, там, или в 13 лет, не важно, в каком божестве, всегда это кажется вот так вот. И человек возвращается в свое нормальное состояние, естественно в свое состояние. Вот, и это есть чува, это есть покаяние. А в греческом, в Новом Завете написано на греческом языке, да, там, там, слово метанойя. Это буквально изменение сознания. Это переменое мышление, перестройка. Вот, и это же слово означает кругом, раз, два. То есть, в движении, в поворот. Такое, значит, и вот Господь, Он что говорит? Он повелевает всем людям, повсюду, что покаяться. То есть, Он повелевает, Его повеление очень четко и ярко выражено. Его повеление, Его повеление это покаяние. То есть, Он говорит, вернитесь, я все прощу. Даже больше того, оказывается, даже из этой притчи очень видно хорошо. Он все простил уже. То есть, он не сердится, он уже простил все. Он уже отдал Своего Сына. И это простое откровение, настолько просто, что, когда Павел осознал это, откровение о Христе Христа, вот, я все остальное почел вообще. За ничто. За ничто. Пора смыть это ничто. Давайте я говорю, пора обратиться к тому, что, вот, реально, обратиться к тому, что есть реально живое. И, кто помнит, не помнит, я эту историю рассказывал одно время часто. Вот, она как-то меня как-то зацепила, не знаю. А потом я понял, почему зацепила. Бог это сделал, чтобы зацепила. В Комсомолке, в Комсомольской правде писали. Еще 91-й был год, по-моему, как раз. Значит, писали о смерти одного, там, этого рабочего в огромном холодильнике. Замерз, заживо замерз. А получилось вообще, в первые свои рабочие дни, получилось очень глупо вообще. Вот, ну как вот. Он на работу устраивается, значит, а там подписался, как говорится, в технике безопасности, что с ним провели работу. А потом там журналист выяснил, поспрашивал, никакой с ним не проводили беседы. Там разберешься на ходу, все, как бы, схвачиваешь, все поймешь. Ну, как бы, и были разные версии, но журналист нашел, что все было линтально. Описал. И, значит, и в первый же рабочий день он замерз. То есть, так получилось, что смена его ушла. Он каким-то образом, не знаю, либо ползнул в мусло, либо нечаянно, как-то самое, остался там в холодильнике. Его закрыли. А потом, так получилось, долго времени не было никого в этом цеху морозильном. А потом, когда уже пришла там смена какая-то, она заступила, и они там, значит, открывали, и его нашли замерзшим. Вот, точнее, он замертво. Но самое страшное, знаете, в чем было, даже не в этом, оказывается. Самое страшное, что он замерз прямо возле системы размораживания. Вообще, то есть, алгоритм был действий, очень просто, оказывается. Вообще, какие-то секунды. Вообще, да, что-то опустить, что-то там включить, и все. И быстрое, экстренное размораживание. Самое интересное, там описал журналист, что продукты погибли бы многие, да, но, может быть, но душа была его спасена. То есть, он был жив, его жизнь была спасена. И вот, самое обидное, знаете, что люди гибнут, идут, погибают прямо возле спасения. Прямо вот, алгоритм уже прост. Призная себя грешником, это какие-то секундочки. На разбойнику на кресте хватило ума. Понять, что он страдает, заделывает вообще. Что он, ну, грешник просто, просто-напросто. А Иисус ни за что пострадал. Просто его надо понять, надо. И он урозу не так, может быть, это как бы так, ну, хрестоматийно как бы он покаялся. Да, но Бог-то видит сердце. Не просто какие он там говорил там слова, он видел сердце его. Он говорит, вспомни меня, царство свое. Вот. И Иисус ему тут же говорил, что будешь со мной, нынешний будешь со мной в Украине. То есть он как бы настолько просто, если сегодня вот сколько у нас там миллиардов уже на земле, вот, если бы сегодня сказали бы, мы встали на колени все вместе, сказали бы, Господь, вспомни нас, царство свое, прости меня, а мой кровь и свою. Крови Христа на всех хватило бы и еще бы осталось. На всех хватило бы, моментально. Бог, я не сижу с ним. Я его уже 2000 лет, 2000 лет назад уже все не сижу суши. Уже 2000 лет он не снялся суши. Он всегда был благ и милости. Но есть закон духовный, мы знаем, возьмите за грех смерти. И некоторые люди говорили вчера тоже, цыгане говорили о святых. Вы знаете, я попытался нанести вот этим православным целянам как раз именно о крови Христа. Говорили, смотрите, вот Иисус, Он один пришел в этот мир, сверхъестественный. Мария родила, да, его, но это была другая кровь, божественная кровь, божественная кровь. Он родился, даже, кстати, когда мне давали слово два раза уже проповедовал в мечети, так получилось, первый раз еще здесь, в Киеве, вот, соборная мечеть, так сказать. Там, у нас даже, вот здесь, кстати, мы проводили там наверху, а потом здесь было собрание у нас, и были вот эти вот, гости у нас были арабы там. И вот этот был, этот шейх, тогда, с этой, откуда он приехал-то, вот Гена, помню-то, я знаю, но, но, не, не Мирата. Иордания. О, извиняюсь, забыл, да, Иордания. Вот прям соседка Израиля, прям Иордания. Это был шейх Сеордания, Имад Аль-Руб его зовут, значит, Имад Аль-Руб. Значит, и он был иманом здесь в мечети, и, значит, он богослов, и вместе с ним был доктор Фейнса, директор Усламского университета. Значит, там и другие там были люди, но их остальных не узнал как, ну, не помню точно. Вот эти двух я запомнил очень хорошо. Я дал ему слово, он вышел сюда, начался уже поприветствовать, в городе, там, Салям, значит, Салям Алейкум, ну, воистину Салям, воистину Алейкум. Короче, так вот. Ну, он интересно там, ну, он через переводчика, он по-русски, да, Нихтерштейн, значит, оно как бы, его перевели, значит, там, и, вот, по-моему, он с фейсов переводил, он по-русски уже так нормально хорошо говорил. Вот, значит, и, а тут только в Сардании, он первый раз увидел все это украинам, как бы, так интересно. Вот, значит, и он тоже, кстати, упомянул, что вот, да, и сам Асиев, вот, только лишь один, кто, вот, значит, пришел в этот мир, вот так, сверхъестественно. Вот, думаю, он молодец, слава Богу, правильный иман, значит, Коль так сказал. Значит, и, а потом, ну, как бы, с дружественным визитом, с Локотошем, кстати, Локотошем, с Владимиром нашим, там, еще с кем-то я был с братьями, значит, мы к ним туда раз заезжали, им Библию подарили, они там Коран написали, пообщались, так, немножко, чуть-чуть, а потом я мечты не проповедовал, там, дали слово после собрания, ну, их, там, я халат одел, как положено, все. Вот, и, значит, и тоже прочитал о том, что, как раз, и в Писании, что, вот, Иса, ну, я там, тоже говорю, Иса Масих, Иса Масих, Он единственный, кто пришел в этот мир, сверхъестественным образом. То есть, никто, ни царей, ни пророков, никто не приходил вот таким образом, как Иса. Иисус, Он пришел именно вот таким образом. И дальше, я говорю, ну, у нас есть разные, разные понимания, кто такой, кто такой, есть сам Иисус, о личности его. Вот, но, я говорю, бесспорно, даже вот с вашего, ну, как бы, вероучения, из ваших книг даже заключается, что Он пришел сверхъестественным. А зачем? И почему это уже в Инжирии, в Новом Завете уже раскрывается? Потому что это уже, ну, это наша, как бы, знаете ли, наша тема, христианская тема. Вот, значит, и те, которые принимают именно реально, как бы, что и сам Иисус Христос, Он не просто пророк, не просто учитель, да? Есть и такие христиане даже, не только мусульмане, и такие христиане, которые его считают пророком, учителем, там, ну, как бы, таким, ну, авторитетом человеком, допустим, но ни Господом, ни Спасителем. Но когда люди осознают, что Иисус Христос есть Господь-Спаситель, вот это все меняет. И когда в Севастополе на конференции, помните, как я рассказывал тоже про одного черного детства, значит, там, чернокожий, франкоговорящий, бывший имам, тоже он там, и мусульманским служителем он был 29 лет работал, то есть, почти 30 лет, представьте, то есть, стаж большой, да, для служителя, то есть, он сам уже такого возраста уже такой, ну, по-нашему, как пенсионного, вот, и 30 лет проработал в мечети, то есть, это, ну, хороший стаж, и, ну, не только стаж впечатлял, а еще то, что он закончил Каирский университет, получил там степень богословскую, то есть, как бы, значит, это престижно очень, то есть, он не был обычным заурядным батюшкой там мусульманским, а был уже, как бы, там, известным, и вот в своем мире, значит, и покаялся он, каким образом, ну, там, он рассказал так, да, у него есть историю свою, там, интересную, он, началось, как вот, яхт тревога, так, да бога, да, вот, он заболел тяжело там, и прочее, значит, там, и на нем уже, как говорится, крест поставили, или, как я говорю, полумесяц уже на нем поставили, уже все, то есть, врачи его списали уже, потому что, ну, у него был рак, и уже так его быстро так разъедал, что, значит, его тело было все в этих метастазах покрылось, то есть, и шансов никаких не давали ему абсолютно уже, вот, он очень страдал, ему препараты такие, дорогие колории всякие, наркотические, чтобы он не кричал просто от боли, вот, значит, он, но, там, через переводчик это перевел, чтобы именно боль была просто как в аду, просто, вот, мог себе представиться, вот такую боль, значит, то есть, не помогали даже вот такие препараты всякие ему, и вот, и, но даже в таком состоянии, он был очень ревностным, представьте, настолько, что он просил этих людей, которые за ним ухаживали, чтобы его пять раз в день, там, как штык по расписанию, опускали его на пол, хотя он вообще никакой вообще нужен, на пол, и помогали ему поклоняться, помогали ему, вот, и он про себя, там, там, ей вслух, там, повторял молитвы, представьте себе, то есть, удивительно, да, какая ревность у всех людей, думаю, надо же, ну, как бы, человек уже умирает явно, и вот, боли нестерпимые, да, и он просит еще вот этих людей, его регулярно, по часам, строго-строго, цегертик, и все, значит, раз, и опускать, и, значит, да, думаю, вот это да, думаю, я как послушал, думаю, вот какая ревность у людей есть, да, значит, и вот, но, самое интересное, будучи вот в таком состоянии, страшно уже умирать, да, вот, значит, и вот, значит, он призвал имя Иисуса Христа, как Спасителя уже, не просто, как вот именно пророка вспомнил о нем, а почему еще вспомнил, слава Богу, что когда он еще был молодым еще человеком, тоже один черный, чернокожий, но из христианской семьи парень, ему как-то сказал, между прочим, ну, так, может, не проповедовал открыто, но сказал ему, что такое вещь, он знал, что тут он из мусульманской семьи, и он сказал, что Иса Масих, он не просто пророк, он не только пророк, он не только, он спаситель, и вот, если тебе будет тяжело, то, ну, призови его, как Спасителя, он спасет тебя, говорит, вот нечто такое прозвучало, и представьте, сколько лет, он 30 лет уже прошло, он как уже мула был, да, значит, ну, служитель, то есть, он стаж уже большой, да, уже человек немолодой, и вдруг вспоминает, бывает же, да, такое, вспоминаешь порой то, что в юности, где-то тебя в молодости что-то сказали, и вот он вспомнил, там уже, вот, после намаза своего обычного, он вспомнил то, что ему когда-то кто-то сказал, и, слава Богу, вовремя, я верю, это Божий Дух ему уже напомнил тогда, видя его, просто Бог видел его ревность, усердие старали, вот, и он, одним словом, вкратце скажу, напомню, кто потом, может, кто-то не знает эту историю, я, как-то, и вспоминал уже не раз уже в собрании, и вот, одним словом, он призвал Иисуса своими словами уже, намаз, после обычного намаза, на весь время такое, для, как бы, личных просьб, какие-то такие, своими словами обращения, какие-то размышления, и вот он поразмыслил о том, что сам Ассих, видимо, не только пророк, он спаситель, и он сказал, чтобы он спас его, потому что вот так тяжело, и он стал разливать свое сердце, просто вот рассказывать, каяться вот и раскаиваться, и он говорил в том своем свидетельстве в Севастополе на служении, что не было ничего в тот день такого сверхъестественного, то есть все так же болело, все было так же плохо было, но, но, когда им могли подняться вот с пола, и уложили его, вот он рассказывал, что вот за всю свою жизнь я не испытывал такого мира, вот этого Саляма, да, значит, Шалома, который был в тот день на сердце, вот никогда не было, вот такой мир был внутри, вот за всю его религиозную практику, то есть всякий, кто призывет, и до Господня спасется, Иисусу Бог дал такое имя, которое выше всякого имени, и небесно, и земных, и преисподних. И потом, в очень короткое время он был исцелен, в очень короткое время, я не помню точно, там, может, забыл, может, месяц, может, там, сорок, то есть через некоторое время он был уже снова в мечети, опять при делах своих, опять был ему лол, значит, не осталось даже следа от его, значит, болезни вообще, врачи там руками разводили, просто, ну, Слава Богу, там, и все, вот какой, и он тоже говорил, Слава Богу, значит, да, но когда приходил домой, еще кое-что говорил, благодарил Иисуса, достал Новый Завет, специально на своем родном французском языке, и стал читать его, то есть он еще целый год оставался муной в мечети, каждый это масло совершал, как положено, приходил, и все как-то, но был тайным уже христианином, он не называл себя христианином, но очень сильно любил Иисуса, вот приходил домой, и еще, кроме обычного намаза, еще вот к нему обращался и читал из Нового Завета, потому что в Коране там говорится, если я поскакивал, переводы, но чуть-чуть, а в Новом Завете Иисус, да, Иисус, он вообще, он центральная фигура, он центральная личность вообще, и тем более слово о кресте, представьте, одна мусульманка, бывшая, покаявшаяся, она написала свидетельство свое и написала название этой книги, я осмелилась назвать его отцом, представьте, я осмелилась назвать его отцом, потому что в Коране много имен, Господа, да, Бога, значит, и всмогущий, и прочий, то, что в Библии есть, но нету самого главного, 99 имен, но нет вот этого сотого, но самого важного, которое в согласии с Библией, особенно с Новым Заветом, это самое важное из всех его имен, да, отец, отец, папочка, татусь, мне так понравилось, как во Львове, там пастро молился, татусь, так красиво, прям аж даже, я даже утром проснулся потом и тоже так попробовал, татусь, мне так понравилось, аж такое, что-то такое, хорошее, на сердце, доброе, вот это самое важное, можно, конечно, по имени-отчеству, можно там и по титулу, можно там так, что-то, как говорится, там и прочее, 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 там весь список огласит, что там ангелы в шоке, там серьезно, там все небожители, там столько всего, там столько титулов, и всего не перечтешь, но для рожденных свыше, дух, который в нас, он взывает, не просто Яхва и Бога, не просто там Адонай, Лагильный, не просто всемогущая Решадая, там еще там, да, значит, более чем достаточно, можно и так тоже, но самое основное, что подмечено, Ава, отче, Ава, папочка, татусь, папуля, тату, Ава, Ава, отче, отче-то, Авин, отец, папа, спасибо тебе, Господь, за все, спасибо, еще, дамы и господа, братья и сестры, вот что хочу сказать, вот сейчас самое интересное, слушайте, блудный сын вернулся, казалось бы, все, радость, да, хорошее, ну как, хэппи-энд, кажется, все, хорошо, отец там, тут же раз, шашлычки, тут же, значит, дома, пир горой, вот, столы там, это я был во Львове, попал на другую песню вечер, вечер, такая песня вечер, после нее надо было поститься еще после этой песни вечер, там на столе некуда даже, да, стола не видно, все, но хозяйка объясняет, все, все записано, здесь, значит, все такое, рыбное, там, значит, там, значит, или там так сделано, что вроде как бы под мясом, но это не мясо, и вареники, там, всякие, и с тем, и с тем, короче, вот это, да, вот это писаный вечер. Мы так посидели на этом аппостной вечере, что, думаю, да, так поститься можно всю жизнь, проститься так, неплохо. Да, пытали поддравиться, да, варениками, борщом, да, конечно, думаю, да, ну, слава Богу. И, вы знаете, вот я представляю себе, дома там пир такой, да, вот, там все, ну, отец встречает своего сына, радуется, он настолько рад, что даже, вот, казалось бы, вроде как бы забыл, что у него еще один сын, там, на поле где-то, да, вот, просто, вот, он очень раз сильно рад, и слуги нам суетятся, и вот, здесь раз сын старший возвращается с поля, вот это да, значит, он слышит, думаю, какое-то веселье, он там раз, и там, товарищ, что там такое у вас дома там, что за событие, вот, вроде не праздник, вот, а ему говорят, что вот сын, ну, короче, брат, интересно, если он что-то сказал, да, интересно, что это такое, говорит, он сказал, слуга, да, брат твой пришел, и отец твой, брат твой, и отец твой, интересно, да, а он рассердился, и отцу он сказал, значит, здесь, этот сын твой, когда, этот сын твой, расточивший имение свое, то есть, он не говорит брата, да, он говорит, этот сын твой, ой-ой-ой, это, опять, как было отцу, да, это тоже тяжело, этот сын твой, он там, с блудницами, а что, он со свечкой стоял, что ли, вот, знаете, он уже, видимо, уже там уже, мыслями уже там, тоже, видимо, блудил где-то так, потому что, значит, этот сын твой, он там, и то, и все, и пятое, десятое, а потом, значит, ну, самое еще, знаете, на что я внимание застрял, так, вот, вот я столько лет служу тебе, вот, то есть, то есть, он, получается, значит, ну, считал, как бы, да, значит, да, служу тебе, никогда не приступил к приказанию твоего, вроде как, ну, хорошо все, да, но, говорит, ты никогда не дал мне и козленка, чтобы не повеселиться с друзьями моими, вот это да, то есть, представьте, он с отцом, да, вроде все, кажется, его, а у него сердце на стороне, где-то там с козленком, с друзьями, веселиться, представьте, вот у него, то есть, получается, все, вывод такой простой очень, вывод, что всем этим братьям нужно покаяться, и всем нам нужно покаяться, и тем, кто, вроде, постоянно в служении в церковь, и те, кто отпадшие, всем нужно и принимать друг друга, не говорите, там, там, свинтвой, да, влюбить, нет, это брат, вот, там, неважно, он еще как бомж от свиного корыта вернулся, или с поля, с работы, вроде, как бы, значит, там, пахал на царство божье, вот, значит, Бог любит всех, отец, любит всех, и он хочет спасения всех, всем детям, слава Богу, и, знаете, вот, хорошая церковь, наверное, та, вот, община, церковь, показатель, тест такой, да, для хорошей общины, это возвращение кого-то, кто хлопнул дверью, кто, там, обидел людей, там, и пастора, и служителя, и потом вот так вот, как бы, вот, оказался ниже, чем вообще можно было себе представить, потом возвращается, допустим, вот, и как мы принимаем, допустим, такого человека, да, вот это хороший тест, всегда хороший тест, вот, потому что не дай Бог тогда, в один момент, где-то там превознестись и поставить себя выше, вообще, Библия учит нас нового завета, а других думать лучше, чем о себе, это очень сложно, вот, и, понимаете, чем дальше тем сложнее для человека, это только Богу возможно, это нужно только просить Бог о милости, о благодати, чтобы Он учил нас думать о других лучше, чем о себе, потому что это не свойственно человеку, это, это паранормально, будем так говорить, это вообще, как бы, сверхъестественное что-то для человека, человеку свойственно о себе лучше Лучше думать в любой ситуации, абсолютно в любой ситуации. А Библия учит нас по-другому. Вообще Новый Завет открывает нам картину, вообще другую совсем, да? Что хочешь, блажение давать, нежели принимать, да? Это же тоже ненормально, как бы. Ну, это, как бы, это тоже неестественное. Потому что блажение, наоборот, принимать, да, значит, нежели отдавать. Но любой человек понимает, любой человек, он, как бы, ну, даже ребенку спроси, допустим, да, значит, Вот, на, допустим, конфетку, отдай, отдай, отдай. Или как, про его батюшку рассказывают, да, значит, он там тонет, значит, и как его пытаются спасти? Кричат ему, дай руку, дай руку, а он, не так, значит, кричат, возьми руку, она хватает. Он, да, он, да, он, да, он, да, он, да, 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 да. Он, возьми руку, ага, да, вот, и вот, и это, возьми, понимай, да, вот, дай, как-то вот. И вот, и, а в Новом Завете по-другому, вот, блажение давать. То есть, это как вот, духовный мир, Божий мир, да, это как будто бы вот это, зазеркание. Вот, а лица в стране чудес, да? Там все наоборот, вот, и блажение давать, нежели принимать. Вот, ну, это отдельная тема, вообще, для разговора, для исписания. Вот, и любовь, она по-разному там проявляется. Новый Завет, например, любовь, это, нет больше, это самое высшее проявление любви, когда отдаешь душу свою за братьев своих, да, вот, о своей жизни, ложишь, вот, за друзей своих, за братьев своих. Удивительно, конечно, пусть Бог нас благословит всех, вот, во имя Иисуса Христа. И хочется, чтобы вот, 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 эта благая весть о Христе, о спасении, она распространилась. Это, это Божья мечта. Мы порой усложняемся, вот, и проповедники, мы порой много очень усложняем. Это тоже, это тоже грех, тоже грех. Вот, и Павел, он почел, он щитой, ради познания Иисуса Христа, ради спасения во Христе Иисусе. Вот, все остальное, оно ничего не стоит вообще. Вот, и ни наши там, рясы, ни наши там, если мы даже и храмы золотые построим, ничего не стоит. Это все, духовно это как ничто. А все во Христе, все в Спасителе. Поэтому я и люди тоже порой говорю, там, не то важно, какую-то конфессию, будешь ходить, деминацию, там, как-то там, себя будешь называть. Вон, я был в прошлом году два раза на Кавказе, северном Кавказе, Дагестан, Корочай, Чаркейс, Абрикитет, республики. Там, в основном, мусульмане. И местные там, наши братья, которые уверовали в Иисуса, как Христа, значит, спасителя своего, они должны себя не называть христианами, ну, по разным причинам. Вот, но обычно называются Масихиты или Исахиты. Но не верят, что Иса, Масих, он за них пролил свою кровь. Что он не просто пророк, он спаситель. Они братья наши. А евреи многие называются мессианскими, не христианами, а мессианскими. Подчеркивают. Тут это тоже верно. Потому что для многих, к сожалению, и евреев, и мусульман, и для иудеев, и для мусульман многих, христианин, это не то, что, как бы, есть. Даже как у Кавказа есть, да. Вот, знаете, вот, я вырос, ну, не религиозная семья совсем, атеистическая семья. Но, но, однако же, однако же, кое-что потом я услышал. Вот, значит, допустим, вот моя мама рассказывала, вот, но, ну, при случае, уже, я тоже было, ну, как, я уже был священником, вот, рассказывал интересные вещи. Вот, значит, вот ее отец, ну, мой дедушка, да, Али Ахмед, как бы про него, да, вот, бабай, ну, по-русски дедушка. Вот. И там, значит, она рассказывала, что вот они как-то шли, значит, и там вот раз, пьяный человек под запором валяется. И он, дедушка, сказал, что как-то, ну, можно перевести как христианин, вот он, христианин валяется. Смотрите, христианин валяется. Христианин не такие христиане. Мы не христиане, слава Богу. Вот, значит, ну, по-татамски звучало это очень круто. Значит, это, как бы, буквально, как не, ну, христианин у нас не так звучит. По-татарски это, как бы, человек креста или распятый, ну, вот он валяется, вот, вот он распятый. И это как ругательство звучит. То есть, ну, это очень созвучно с татарским проклятием таким, словом-таки, ну, типа проклятый. Примерно, примерно одинаково, вот, как бы, поэтому по-русски это звучит, ну, никак не совсем, ну, так, безобидно. По-татарски это очень обидно было звучало. Вот, то есть, дедушка, он, ну, насколько я помню его, он человек порядочный, такой, ну, как бы, из всех внуков меня выделял все время, так, как бы, ну, как бы, вот, хотя для него я полно-тарина был. Вот, как бы, но он все время меня, как бы, так, как себе-то, вот, принимал. Но, ну, что интересно, знаете, вот, скажу, что очень часто, ну, имя Христа комплимитируется, ну, христианами же, вот, понимаете? Он, может быть, я так думаю, он с крестиком лежал, но было понятно, что он, ну, как бы, христианин. Вот, и это очень печально, что очень часто люди называют христианством то, что христианством не является. Вот, и, знаете, настоящее христианство, это Христос, надо вам разуметь это. Настоящее христианство, вот, первые христиане первого столетия, они не знали, ну, ни храмов там, ни служений таких там больших. Ну, как бы, даже если они захотели бы что-то такое иметь, у них не было таких возможностей абсолютно. Вот, но у них был Христос, Иисус Христос, и это было уже христианство. А потом, так получилось в истории христианства, много чего в христианстве появляться стало, особенно с констательного времена. Но, значит, христианство, вот, он на задворках, это как в Эстонии, в Талине, они там говорят, брат Сталина, брат Сталина. И, значит, его там один брат тоже был, значит, а, ну, там были братья, короче, один из, даже пришел один священник, один священник местный. И я рассказал вот тот, ну, как бы, еще старый советский анекдотик, который раньше там сажали. Вот, значит, там, а смысл его очень простой, что вот один там рабочий какой-то, какой-то придумал изобретение, вот, значит, и о начальнике там, допустим, там, смена говорит, надо, чтобы я тоже в соавторстве с тобой. Потом начальник цеха, значит, там, директор, обком, правком, там много чего, много кто-то писался в соавтора этого, ну, пока до Москвы дошло, короче, много появилось соавторов этого изобретения. Ну, и у Москвы, когда уже сертификатов надо вдавать на изобретение, там, говорят, ну, слишком много игр, надо хотя бы одно сократить. Ну, кого сократили, ну, ну, понятно, рабочий. Вот, значит, то есть, как бы, тот, кто подал это и сделал это изобретение. И вот, значит, и, ну, такой не очень веселый рот, но я сказал, что, братья, мы так же сделали с Иисусом вообще эту историю, очень неприятная история получилась. Как-то, и перед ребятами неудобно, вот, как бы, сдал практизан, значит, дедушка один, значит, вот, и вот с Иисусом так же как-то неприятно получилось. Вот, значит, вначале, вот, ну, первых, сколько там, а, ну, да, 400 лет было, вроде как бы, нормально, вот, первых 400 лет. 300 лет гонений, ну, и завтра еще раз прохожу кое-что, там, например, на семинар. Вот, 300 лет гонений, первых, вот, там, не дожирую, как говорится, не доживу. Вот, церковь, как бы, знаете ли, сохранялась в библейском понимании, молились только лишь к Богу, потом и 100 лет уже в мирной церкви, не гонимой, а даже государственной уже постепенно, становившейся государственной церковью, как и великий. Вот, христиане молились только лишь к Богу, первых 400 лет. А потом, вот, вначале это была мама его и апостолы, друзья апостолы. Вот, вот, как бы, они, как бы, стали тоже ходатами последними, ну, в глазах христиан, было предложено очень немногое, ну, к Иисусу приписали еще. Потом сотни и тысячи имен уже. Вот, сегодня, ну, очень сложно разобраться простому христианину православному, очень сложно разобраться, кто же главный в этом списке, вообще, кому же, кто же виновник спасения моего. Вот, и слава Богу, вот, одна из задач нашей церкви, вот, как раз, именно, вот, как бы, надломившуюся ветвь христианство, эту православную, ветвь, перевязать, вот, и, вот, вживить снова. Если Бог, Он, знаете ли, прибивает новые, 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 новые ветви, то и надломившуюся, и отломившуюся даже веточку, если, вот, Он может прибивать. Он, это, Он мастер в этом. Вот, с Израилем Он это очень хорошо делал, многожды, Он готов прибить ее, и чтобы она снова дала плоды свои. Вот, и, знаете, вот, Господь, на самом деле, Он хочет, ну, совершить чудо. И Его, ну, имя, сейчас даже, как он говорил, я, у тебя там, воскресенье. И, второе Его имя, жизнь, воскресенье и жизнь. Аминь. Вот, и, все тоже переживает такое от Бога и Евгелие в общении, что именно Он есть жизнь. И я очень Бога благодарю за это. Вот, что Он есть жизнь. Да, друзья, пусть Бог благословит нас всех. Вы знаете, так получается, следующее воскресенье будет у Среди, насопадает Среди Господней. Тема Среди, я сегодня не буду уже читать уже, оставлю на следующее воскресенье эту тему. Но, вообще, в феврале есть смысл нам размышлять об этом как раз, о нашей встрече с Богом и Бога с нами. И самая первая встреча, она самая незабываемая, вот, наше первое обращение к Нему. И потом многие другие встречи происходят. И потом будет последняя встреча уже на небесах. Слава Иисусу Христову. Аминь. Спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя, Боже, свобущий, за моих братьев и сестер. Благодарю Тебя, Господь, что Трил благ и милостив и возлюбил этот мир, возлюбил всех нас. И тогда, две тысячи лет назад, отдал своего сына на Голгофский крест. Благодарю Тебя за кровь святую, божественную Твою кровь, Господь, которую Ты дал, как великую жертву, уплату за этот мир. Боже всемогущий, я прошу Тебя, пусть многие-многие души сегодня осознают, что ни в ком у меня нет спасения. Что есть дверь открытая, что не нужно пробовать какие-то другие двери открывать, ломиться в них. Но есть открытая дверь, нараспашку уже открытая, два тысячелетия назад. Это дверь Иисус Христос. И всякий, кто войдет, и выйдет, и пажет, найдет. Благодарю Тебя, Господь, за любовь Твою, Господь, за мир Твою, Господь, который превышит всякого разумения Божия нашего. Слава Тебе! Бог наш, благослови нас, Господь. Отец наш, Авинум, Балкейн, Шеба Шамаем. Отец наш, сущий на небесах. Да святится имя Твое, Господь, и да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя и на земле, и здесь, и на земле, Господь, как и на небесах. Хлеб наш, сущный, духовный, материальный, Божий, тайный на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Помоги нам всегда прощать, Господь, тем, кто должен нам, Господь, Божий. Он должен врагам нашим благоставлять, любить, благоставлять, как Ты это делаешь, Господь, и всегда делаю. Боже, спасибо. Господь, и пусть, Боже, Твое Царство, Твоя воля будет на этой земле, Господь. И Тебе вся слава, Господь, и Тебе будет во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Распусти с миром нас. Пусть Твой шалом, Твой мир будет в наших сердцах. Боже, и благодарю Тебя, Господь, за всех братьев, сестер, за нашим капелланом, за отца Александра, Господь, там, сейчас, в зоне АТО, Боже. Помоги, Господь, нашим капелланам там нести Слово Твое, Господь, и людям в форме военной, и гражданским, людям, всем-всем-всем. Слово примирения, Господь, Боже. Там, среди ужаса войны, среди смерти, говорить о жизни и нести жизнь, Господь, погибающим. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже. И пусть и здесь, в Тову, Господь, Боже. Пусть, Господи, люди не просто, Господь, Боже, наслаждаются миром, но Твои миры, Господь, Боже. И пусть будет Твое покаяние, Господь, среди народа. Боже, пусть Твое обращение, Господь, Тебе обращение. И как Гоголь писал друзьям, Боже, пусть не будут мертвые души, наши души, но живые души в Тебе, Господи. Во внести Иисусе, живые души. Боже, дай покаяние и всем, и Маниловым, и Чичиковым, и Плюшкиным, всем-всем-всем-всем. Дай покаяние, Господь, Боже. Всем этим, Боже, душам, людям разным, Господь, Боже, живущим в разных порогах. В каком-то ярко выраженном, или во многих даже порогах разных. Господи, дай, Боже, вырваться из этого плена. Боже, дай выйти на свободу, призвать Тебя. Имя Твое, Спаситель. Имя Твое, Воскресение. Имя Твое, Жизнь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Аминь. Аминь. Слава Богу.